Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале с готовыми схемами заработка 100секретов.рф И сегодня у нас с вами очень интересное видео. Смотрите его до конца. Сегодня вы узнаете, как, используя обычный кокос, который продается в любом гипермаркете и стоит 30, 50, может быть 70 рублей, и используя жилицу для ловли хищной рыбы, можно получить готовое изделие ценой, внимание, до 5500 рублей. На это видео я наткнулся на просторах ютуба, просматривая различные способы и схемы заработка в сети. И мне это видео понравилось, поэтому ниже под данным видеообзором я прикрепляю те необходимые видеоуроки, видеомануалы, которые покажут весь процесс получения прибыли. Вы можете, посмотрев это видео, перейти, уже приступить к изучению и к изготовлению первого предмета. Итак, это кажется невероятно. Многие из вас покупали кокос, пробовали, ну и выбрасывали скорлупу в мусор. Но эта скорлупа может превратиться в изделие, обладающее очень хорошей стоимостью. Давайте посмотрим пример. Всю информацию, которую вы узнаете в этом видео, вы можете перепроверить. Сейчас я нахожусь на сайте Ярмарка Мастеров. Ссылку вы также найдете в описании под этим видео. Это сайт, который продает различные предметы народных промыслов. И в частности я набрал вот такой вот раздел «Музыкальный инструменты». Это колимба. И классическая африканская колимба – это половинка кокоса, на которую приклеена дощечка. И к ней закреплены вот такие вот звучащие ламели, струны с одним концом. Касаясь их, можно извлекать удивительные звуки. Но об этом после. А сейчас нам интересен сам процесс. Как сделать подобное изделие? И мы видим, что современные мастера, они ушли от традиции африканских. Делают чаще всего колимбу из вот такой вот обычной деревянной дощечки. И мы видим стоимость 6800 рублей. Цена одной колимбы – дощечка, струны. Но классическая африканская колимба, она звучит более звучно. У нее более интересный и насыщенный звук. С чем это связано? Дело в том, что плотность ореха, плотность кокосового ореха сравнима по плотности с самыми твердыми сортами дерева. И поэтому звук получается очень звонкий, очень насыщенный. Такой звук очень сложно достичь, даже используя твердые сорта дерева. Поэтому классическая колимба, она может выглядеть примерно вот так вот. И цена, мы видим, что средняя цена здесь по ярмарке составляет 5500 рублей. Ну, я думаю, вы понимаете, что из одного кокосового ореха можно изготовить два музыкальных инструмента. Для этого потребуется распилить орех, выбрать дощечки и закрепить вот эту всю фурнитуру. Здесь есть некоторые хитрости. Как мы видим, здесь вот эти пластинки, они расположены не по нотам. Они имеют разную длину, но при этом они складываются в определенные музыкальные гаммы, в гармоничные сочетания. То есть, они звучат в унисон. И таблица длин, она указана в дополнительном видео, которое вы можете посмотреть, перейдя по ссылке под этим видео. Как сделать вот такой вот замечательный музыкальный инструмент и что с ним делать дальше. Ну, например, выставить на ту же ярмарку и продать. Это была бы отличная бизнес-идея. Что мы видим здесь еще? Здесь есть товары, которые уже распроданы. Вот глюкофон. Это пластинка металла, в которой есть вот такие вот вырезы. Вырезать можно ножом, молотком. Вырезать можно гравером. На чем угодно. Даже на станке с ЧПУ можно сделать вырезы и наклеить на ту же самую половинку кокосового ореха. Глюкофон – это музыкальный инструмент, тоже африканский или откуда-то оттуда, с африканского континента, который дает удивительные вот такие вот шаманские звуки. И вот эти пластинки, которые не полностью вырезаны, они заставляют вибрировать, звучать большую вот эту поверхность. Есть тоже интересный музыкальный инструмент. Здесь указано «заказать». Это значит, что уже инструмент куплен. Обращайте особенно внимание на те инструменты, которые здесь имеют вот такую вот надпись. Это значит, что их уже заказали. Значит, на них есть спрос. Мы увидим, что их регулярно покупают. Поэтому, если вы сделаете свой музыкальный инструмент, я думаю, что он найдет своего покупателя. И, как и все бизнес-идеи, это то, что требует определенных вложений, времени и усилий, но может принести в данном случае не самые тяжелые деньги. Итак, что потребуется для изготовления калимбы? Кокосовый орех из любого гипермаркета. Простая разметка. Распилить или разломить его на две половины. И небольшой инструмент, который есть в любом строительном магазине. Общие вложения для того, чтобы сделать первый музыкальный инструмент, могут быть в пределах 500 рублей. А затраты на материалы могут составлять не более 100 рублей. Это, в принципе, сверхприбыльный бизнес. Потому что, вложив 100 рублей, вы можете получить изделие ценой более 5000 рублей. И это действительно классно. И наши подписчики часто задают вопрос. Осваивать какие-то интернет-специальности долго, сложно. Но и не всем людям они даются. Но, если вы живете где-то в Сибири, долгими зимними вечерами, вы можете мастерить вот такие вот изделия. Мастерить, заготавливать впрок и размещать на интернет-ярмарках. Как мы видим, здесь для изготовления не использованы какие-то специальные приспособления или детали от музыкальных инструментов. Вот этот ограничитель струн, он сделан из гвоздя, как я понимаю, гвоздя и дощечки. Это обычные шурупы. Но, тем не менее, изделие выставлено, продается. И сделать такое изделие при определенной смоноровке, имея соответствующий инструмент, можно за 1-1,5 часа. За 1-1,5 часа, даже продавая по минимальной стоимости, вы можете зарабатывать до 1500 рублей за половинку вот такого вот кокосового ореха. Плюс маленький бонус – это то, что внутри полезное кокосовое молоко, кокосовая мякоть. В общем-то, не бизнес, а баунти. Теперь еще один важный вопрос. Перейдя под видео и посмотрев технологию, вы его поймете. Но я еще остановлюсь на этом факте. Почему жерлица? Почему для изготовления струн используется жерлица? Дело в том, что жерлица – это не просто пружина из высокоуглеродистой стали, которая принимает свою форму и которая издает достаточно мелодичные звуки. И купить по отдельности такую пружину было бы дороже, чем купить предмет массового производства. Вот такие вот флажки для жерлицы, они стоят 10-15 рублей. То есть, за 10 рублей вы получаете пружину достаточной длины, чтобы изготовить целый музыкальный инструмент. Далее. Эта пружина не просто имеет высокое качество, она еще и покрыта хромом. То есть, это хромированное изделие, выглядит как серебро, ну, дорого выглядит, как профессиональный музыкальный инструмент будет выглядеть готовое изделие. Поэтому здесь выбор автора очевиден. И, в общем-то, не надо изобретать велосипед, искать какие-то пружины, пилить какую-то мягкую сталь, резать ее. Берите жерлицу и вы получите чистый, такой вот качественный звук, сравнимый с профессиональными музыкальными инструментами из Африки. Итак, мы убедились, что при желании даже простые материалы могут родить дорогое качественное изделие, которое будет стоить хороших денег. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подпишитесь на наш канал 100секретов.рф, если вы находитесь на нем впервые. На нем вы найдете самые уникальные, интересные способы заработка, в том числе из буржунета и в том числе заработка в сети интернет. Не пропустите такую возможность, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы смотреть каждое новое видео. А под этим видео те, кто захочет изготовить свою колимбу, найдут ссылку на два подробных видеоурока, изучив которых вы можете сделать свой музыкальный инструмент буквально из самых дешевых материалов и подручных средств. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал 100секретов.рф и желаю вам, друзья, хороших заработков и самых новых и интересных бизнес-идей. Субтитры создавал DimaTorzok